В Петербурге на первичном рынке жилья ежегодно продается от 25 до 45 тысяч квартир. Такие данные привел на пресс-конференции Санкт-Петербургской палаты недвижимости председатель правления Северо-Западной палаты недвижимости Павел Сузинов. Он отметил, что рынок Петербурга нельзя рассматривать в отрыве от Ленинградской области. Все застройщики, маломальски заметные по Санкт-Петербургу, в той или иной степени пытаются выйти на рынок Ленинградской области, либо уже вышли, либо ищут там заделы, либо рассматривают возможности приобретения новых земельных участков. В той или иной части видят себя застройщиками не только Санкт-Петербурга, но и, по крайней мере, нашего всего Невского региона. При этом цены в пограничных районах Ленинградской области несколько ниже, чем даже в спальных районах города. Ситуация на вторичном рынке жилья остается стабильной, и рост цен сейчас не ощущается. К концу, например, февраля средняя взвешенная цена квадратного метра прибавила всего лишь 0,3% до 95,9 рублей за квадратный метр. Лидером по росту цен является Фрунзенский район, где в конце прошлого года открылись новые станции метро. А вот в центральном районе стоимость квадратного метра снизилась. При этом эксперты отмечают, что 60% предложений на рынке вторичного жилья нынешней зимой составляли 1,2-комнатные квартиры. Существенная часть, 40%, располагается этих предложений в кирпичных и кирпично-монолитных домах. То есть квартиры здесь достаточно дорогие. При этом хочется отметить, что массовый спрос сейчас давно сместился в сегмент более дешевого панельного жилья. На однокомнатные квартиры стоимостью до 3,5 миллионов рублей в панельных домах этой зимой пришлось 30% спроса. Сделки в этом сегменте идут очень активно, но поскольку их доля невелика, то продаются такие квартиры быстро. В последние годы все больше внимания уделяется рынку аренды жилья. В числе положительных тенденций эксперты отмечают изменения законодательства, которые способствуют легализации этого рынка. Сейчас есть возможность, даже несмотря на последние, так сказать, не самые дешевые ставки по социальным налогам, но все равно у человека есть возможность оформить ИП и, так сказать, по упрощенной системе платить налоги. Он просто могут платить налоги, так сказать, 13%. В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект о некоммерческом найме жилья. Как считает эксперт аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Юрий Курикалов, он не соответствует потребностям развития арендного рынка. Петербургские эксперты уже предложили альтернативную концепцию. В частности, они считают, что некоммерческий найм должен регулировать вопросы обеспечения жильем лишь граждан с низким уровнем дохода. Остальным надо предложить механизм коммерческой бессрочной аренды. Падение цен на рынке аренды в этом году не ожидается, потому что количество сдаваемого жилья остается прежним. Стоимость однокомнатной квартиры по февралю месяцу где-то 21,2 тысяча, 21 тысяча, 200 рублей, двухкомнатной 28,200 и трехкомнатной 36 тысяч 400 рублей в месяц, не считая коммунальных платежей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли в среднем на 5-7%. О загородной недвижимости петербуржца, как правило, задумываются после покупки основного жилья. Количество желающих переехать на ПМЖ из Петербурга в Ленинградскую область, ну то есть перебраться за город, практически стремится к нулю. Эксперт полагает, что в нынешнем году резких изменений цен на рынке загородной недвижимости не будет. Ольга Уланова, Дмитрий Маклаков, Севолод Амелин, БНТВ.